всем привет друзья добро пожаловать на борт с вами кэп и мы продолжаем наполнять наш плейлист по криптом фракций и сегодня у нас банерет и до крипта относительно простая при наличии ключевых героев а какие из них ключевые вы сегодня узнаете давайте отправимся на 21 этаж я вам покажу свою команду проходит моя команда достаточно быстро да вот на что касается банеретов я собрал не хиленькую такую пачку и здесь конечно же барон просто тащит ребят это топ-1 dd именно на крипты его секретный навык здесь срабатывает часто так как мобы медленный барон имеет возможность часто ходить и соответственно он будет просто отгрызать по мне знаю пол хп у мобов это просто жесть сейчас посмотрим как он будет выдавать дамаг и сразу же скажу вот посмотрите по 68 по 72 тысячи цифры дамага вылетали барон здесь просто имба кстати мой барона абсолютно без книжек и по моему даже без таланта а первую волну мы прошли быстро там на самом деле очень важно убивать сразу воскрешателя живоглота здесь ребят советую конечно же сразу же поставить курсор на людоеда да именно он здесь самый противный герой и по поводу ключевых героев самый самый что ни на есть желанный герой сюда это конечно же наш сахатый рыцарь да на самом деле кто играет давно и покупал когда-то battle pass до герой был в battle pass и здесь он будет сочетает себе и штраф атаки и штраф защиты да еще и штраф скорости на босса это очень важно увидели снова барон походил своим секретным навыкам и просто отгрыз половину хп у каждого моба а мобы здесь очень жирный а и вторая волна в принципе тоже проходится быстро и так босс здесь встречает нас достаточно сложный да это босс с блендером и здесь друзья очень важный момент не вздумайте даже если у вас есть воскрешение посмотрите как он бьет с италия у нас практически умерла не вздумайте сюда суваться без штрафа атаки даже если у вас есть воскрешение он может вас продамажить как бы вы хорошо не одели героев да ну как видите моей команде нет воскрешения но зато есть опять же массовый штраф атаки это сахатый рыцарь благо у банеретов есть альтернативы да есть еще массовые штрафы атаки мы о них сегодня же конечно же поговорим и что касается друзья остальных героев да когда-то давно я скоро мне выпал ратник и я его использовал в анкили еще с ледяными баншами и он мне естественно на фул книжках очень круто заходит этот герой ребят если у вас есть ратник вот посмотрите блок урона он вам очень может спасти вас от вот этого блендера то массового дамага своим блоком урона даже на один ход главное им вовремя походить но в любом случае блок бонусов от ратника плюс его отличный дамаг круто заходят и на волнах и кстати да тот самый киллиан счастливый мой братанчик братанчик по несчастью вот он тоже сюда классно заходит со своим блоком не базовых навыков и я вам скажу что он в принципе очень даже хорошо дамаж давайте посмотрим что же умеет этот босс да он имеет ему ко всему контролю также с перезарядкой 4 хода у него есть блендер атака с со своими союзниками если союзники погибли то на себя он будет накладывать блок урона на один ход и вот как разки снятия блок бонусов здесь очень круто заходят против этого скилла также с перезарядкой 4 хода он будет воскрешать всех союзников с полным здоровьем и при этом накладывать на себя сон и авто атакой это массуха с вероятностью 40 процентов накладывает страх хорошо что не истинный страх так ну вот уже босс умирает пока что наши союзники все живы да барон живет и 5 минут 13 секунд лучшее время 3 минуты опять же все зависит здесь от барона на вы видите что он выдал максимальный дамаг а также киллиан счастливый набил хороший урон ну и плюс ратник с ахатом и рыцарем кстати с ахат и рыцарь у меня даже скрит шансом здесь гайдец по нему смотрите на канале нереально крутой герой который конечно же требует книжек обязательно его качайте обязательно вливайте с него этот герой вам затащит и и подземелья давайте посмотрим моих героев 2 будет леги мне всего лишь упали за два года барон и турвальд тормина я скрафтил новогоднее слияние друзья что касается барон да это крутейший дамагер но он очень очень рандомный поэтому если вы его вдруг вытащили конечно же качайте на подземках он заиграет вот допустим на арену как основного дд я бы его не ставил потому что вот опять же все зависит от вот этого секретного навыка как видите что одет он можно сказать солянку скорость атака крит урон допами добирал крит шанс здесь атака здесь надо поставить на крит урон и знамя у меня тоже на атаку конечно же барона можно одеть гораздо пободрее и кстати да было у меня безумная идея залить его книгами полностью и протестить в своем анкили в сете доп хода кстати может быть когда-нибудь это сделаю опять же смотрите штраф защиты это гарантирован то есть он будет держать штраф защиты и его невозможно отразить то есть не нужна ему меткости на этот дебаф ну и опять же да все зависит от вот этих вероятностей как часто будет прокать наш секретный навык который имеет масуху с игнором щита и блоком урона как видите что он меня без книжек и без талантов и выносит топовый дамаг далее далее вот хочу кстати надо все-таки септимуса поставить протестить прокачал его тоже не так давно надо все-таки его туда воткнуть старая команда у меня до сих пор далее друзья сахаты рыцарь просто имба имбищная скорость меткость самые главные для него параметры ну и я его делающий вот видите тоже в солянку даже не доточил перчаточки на крит шанса конечно же его можно одевать гораздо поинтереснее но сахаты у меня как минимум пропан книгами и таланты у него вот такие вот очень крутая героиня как же я мог про нее не сказать когда мы когда записывал видос именно на боссе это как раз-таки наша считали то считали друзья очень хороша со своими со своим подхилом со своим снятием с заливом рекомендую прокачки топовая лего много куда заходит а в том числе и на роковую башню таланты у стали вот такие и соответственно все что я хотел от нее это максимальная скорость и меткость италия как ведь у меня где-то с этой с этой муна она у меня ходит в том числе и в моей основной команде на арену так то у нас еще ходит еще у нас ходит наш ратник на ратник как видите тоже маленькая скорость не крит шанса не крит урона нету и при этом он выдал очень даже нехилый дамаг опять же подвойной фракции я одевал героев из того что осталось и здесь скорость атака крит шанс да в идеале конечно дать ну крит урон допами добрать крит шанс ну видите что одет он достаточно слабо и вот он у меня анкильные таланты до сих пор остались но при этом он у меня пропан книгами ну и килиан носатый брат братишка дохода на него напялил скорость защита атака вот просто вот были эти остатки сета дохода я на него одел и в принципе вот именно в доходе он очень круто играет понятное дело что его можно одеть гораздо повеселее без книжек он без талантов вот собственно моя команда матерь божья поставил септимуса улучшил время до 2 минут 20 секунд и септимус здесь надамажил в разы больше чем барон друзья но я вспомнил да почему я не ставил септимуса конкретно в свой пак дело в том что эта пачка нестабильная у меня и вот это время получилось на авто с третьей попытки а в любом случае конечно же мы хотим пармить все на авто и со стопроцентным рейтом но в любом случае септимус это как видите номер один дамагер и этот урон он набил за счет своего урона от максимального здоровья по боссу и давайте поговорим о героях до любая лего абсолютно любая идеально заходит на крипты лорд шемфорд со своими дебаффами так конечно же по-любому однозначно ставим качаем считали ее мы уже видели в деле также как и килиана черный рыцарь почему бы нет бонус защиты среди ночкой тоже нам поможет миная с блоком штрафом со своим подхилом также круто заходит да еще и лидерка у нее есть логан щит союзников бонус защиты как плюс подхил конечно же да септимус номер один дамагер далее рихтов конечно да со своими ядами со своими кэфами урона будет уничтожать босса вот она вот она ралин с помощью которой у вас этот это крипто закроется вообще без проблем вот это наверное самая топ-1 лего для прохождения крипто поставь райлин какой-нибудь штраф атаки любой штраф атаки снятия штрафов все и три любых героя вместе с ралин конечно же вы пройдете ну и понятное дело барончик тоже классный дамагер что касается эпиков вот эти два вот этих двух забейте ребят вообще не стоит качать легионера герой создан для лавого рыцаря по сути даются дается он наградах за посещение хорден и легионер конечно же на качать не стоит архимаг хельмут однозначно ребят если закрыли простую башню достали его однозначно качать герхот каменный может заткнуть дырочку как dd он тоже не наносит неплохой урон присяжник да да если у вас нет сахатового рыцаря ваш вариант это присяжник массовый штраф атаки с блоком небазовых навыков конечно же мы мы можем его туда ставить ясмин это знаете такая мини ситалия эпическая и конечно же она туда заходит что касается и синишали отличный герой контроля будет держать на себе все волны и конечно же мы можем его качать доставить вот еще один герой со штрафом атаки друзья аларик скрытный стоит качать если у вас нет сахатого рыцаря но если у вас есть сахатый рыцарь забудьте и про аларика и про естественно про присяжника далее кондотьер конечно нет кроме дамага в принципе у него ничего нет ну опять же заткнуть дырочку и можно паразита слабости ну вот только лишь если вообще никого ставить качайте ставьте это касается то же самое маньяка это касается руаны это касается азура этих героев до в любом случае они зайдут но только лишь если уж никого нет ратник сами его видели тоже отличный дамаг наносит отличные бафы и дебафы мы вот наша еще урсала скорбящая наша кошечка еще один воскрешатель и вот она вот в этом плане может поконкурировать даже где-то с роли потому что смотрите сочетает себе и бонус атаки и штраф атаки и бонус защиты да еще и воскрешение ребят вот она вот она ключевая героиня еще одна для прохождения данной крипты есть курсала либо наша ролин у вас крипто в любом случае закроется изи а теперь давайте посмотрим какими же составами проходили наши подписчики и ребятам кто прислал скрины огромный респект а вам свою очередь друзья желаю приятного просмотра просмотра а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok